Издательство «Эксмо». Елена Бурьевая. «Пять секретов некричащей мамы». Особую благодарность хочу выразить своей подруге Даниловой Диане. Без неё не было бы ни этой книги, ни моего блога. Предисловие. Эту книгу я написала, опираясь на тысячи ваших историй. Слушая её, вы обязательно вспомните какой-нибудь момент из своей жизни. Материнство очень схоже у всех. Вы не одна такая. Это важно знать. К сожалению, не каждый родитель может похвастаться тем, что его идеально воспитывали. Не били, не кричали, не унижали, не оскорбляли. Всегда понимали и принимали любым. Но, надеюсь, большинство из вас согласятся, что для вашего ребёнка важнее то, что происходит здесь и сейчас. Это замечательно, если у вас есть возможность и желание проработать проблемы из своего детства с психотерапевтом. Но если нет, то начинать нужно с себя. Ориентируйтесь на положительные моменты. Стремитесь к лучшему ради своего ребёнка. Моя книга с упражнениями и практиками вам в помощь. Вам будет удобно слушать книгу с карандашом. Так как я являюсь сертифицированным арт-терапевтом, я буду предлагать вам техники из этого направления. Вы знаете, что такое арт-терапия? Это одно из самых ярких и интересных направлений в практической психологии. Оно особенно хорошо тем, что многие арт-практики легко можно использовать самостоятельно для того, чтобы помочь себе или своим родным. Задачи, с которыми справляется арт-терапия. Помогает преодолеть дискомфортное состояние. Отвлекает от проблем, переживаний. Снимает напряжение. Расслабляет. Развивает чувства и эмоции. Предоставляет ресурсы. Развивает творческие способности и навыки общения. Одно из условий арт-терапии – это нетрадиционные способы создания арт-объектов и различные изобразительные техники. И прямо сейчас я прошу вас выполнить первую арт-практику – мандала. Автор Полина Постельгина. Психолог, арт-терапевт, преподаватель и основатель онлайн-школы Арт-Псайскул. Мандала – это гармонизирующая форма круга, имеющего границы и центр. В нее можно помещать захлестывающие эмоции, вопросы, желания, что угодно. Предлагаю с помощью мандал их будет две. Одна в начале книги, другая в конце. Отслеживать ваше состояние до прослушивания книги и после. Я прошу вас оставить этот рисунок для того, чтобы потом сравнить его со второй мандалой, которую вы сделаете после прослушивания книги. Уверена, что вы заметите изменения. Вам потребуется Лист бумаги А4 Круглая тарелка Карандаши, мелки, краски, фломастеры Возьмите лист А4 С помощью круглой тарелки нарисуйте широкий круг Ответьте на вопрос Каково мое состояние сейчас, перед прослушиванием книги? Пока вы думаете над ответом, обращайте внимание на свои мысли и чувства. Заполните пространство круга так, как вам хочется. Используйте любые изобразительные материалы, которые хочется взять в работу. Карандаши, мелки, фломастеры, краски. Пообщайтесь с мандалой. Можете использовать следующие вопросы или задавать свои. Что изображено в мандале? Какие ощущения, чувства и ассоциации она вызывает? Какое название вы бы ей дали? Запишите. Какое ваше состояние она выражает? Какое послание она несет? Важно! Мандала завершена тогда, когда вы чувствуете удовлетворение от того, что получилось. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...